На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кочарова. Вначале коротко о главных событиях среды. Я через мобильный банк, через карточку, то есть уже на телефоне, то есть так и плачиваю. Способы оплаты за ЖКУ, теперь задолженность за коммунальные услуги, может повлиять на кредитную историю. Первая в королевской дисциплине спортсменка из Нефтьюганска внесла огромный вклад в победу сборной России. Из Башкирии с гастролями для юных горожан состоялось представление по мотивам известного пушкинского произведения «Сказка о царе Салтане». Заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога почти на 17%. Результаты недельного мониторинга опубликовал окружной Роспотребнадзор. За последние 7 дней зарегистрировано 11,5 тысяч случаев. Высокий сезонный подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией наблюдается в Хантамансийском районе, Пытьяхе, Березовском районе и Сургуте. В Нефтьюганске ситуация стабильная. В основном болеют югорчане до 17 лет. По статистике ведомства это чуть больше 10 тысяч человек. Случаев гриппа не зарегистрировано. К предстоящему эпидемическому сезону в рамках национального гляндаря профилактических прививок за счет средств федерального бюджета в округе планируется привить против гриппа почти 292 тысячи человек взрослого населения и 182 тысячи детей. Для проведения иммунизации используются эффективные и безопасные вакцины отечественного производства «Гриппол плюс» и «Совигрип», в состав которых входят актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения. В целях профилактики специалисты рекомендуют носить мармливую повязку в местах массового скопления людей, почаще проветривать квартиру или офис, тщательно мыть руки с мылами и одеваться по погоде. Долг населения за жилищно-коммунальные услуги – 169 миллионов рублей. Некоторые неплательщики задолжали запотребленные свет, тепло и воду свыше 500 тысяч. Безответственность сегодня может повлиять на кредитную историю. Для тех, кто по-прежнему желает брать деньги взаймы в банках или отличается особой забывчивостью, репортаж о способах оплаты. Я хочу оплатить квартплату. Зинаида Прокопьевна своевременно оплачивает счета. Говорит, это дело привычки. При этом еще и показатель сознательности каждого собственника жилья и гражданина страны. Пользоваться терминалами пока не научилась, поэтому пенсионерке проще постоять в очереди в кассу. Квитанции не дают. Я потом эти квитанции за полгода собираю и сдаю для субсидии. Не удобно, а куда деваться, когда в очереди, когда нет. По-всякому бывает. Чем грозят долги за коммунальные услуги, знают многие, но оплачивать не спешат. Сегодня недобросовестные нефтьюганцы задолжали коммунальщикам почти 170 миллионов. Если сравнивать с прошлым годом, это на 40 миллионов больше. Среди злостных неплатильщиков люди, ведущие асоциальный образ жизни, безработные и некоторые многодетные семьи. Однако есть и те, кто получает хорошую зарплату, но при этом, следуя неведомым принципам, отказываются платить за те услуги, которые потребляют в полном объеме. В городе 6 семей, имеющих задолженность свыше 500 тысяч. Мы их, конечно, держим на контроле, что вдруг где-то кто-то из членов семьи устраивается на работу, сразу же там подключается пристав и исполнительное производство проводится. Чтобы разгрузить очереди в кассы, установили специальные терминалы. Ими можно воспользоваться, зная свой лицевой счет. По городу их 8. Терминалы оплаты, как правило, выбирает технически подкованная молодежь. Вполне приемлемый способ, работает 24 часа в сутки, нет очередей, плюс кассовый чек на руках. Конечно, есть и минусы – аппарат не дает сдачу. Есть еще вариант – мобильный банк. Услуга удобная, позволяющая по СМС-запросу перевести деньги на счет организации. Я через мобильный банк, через карточку, уже на телефоне так оплачиваю. Чтобы удобнее было, чтобы так же, допустим, не ходили в очереди, не стояли в кассу. То есть в магазин там рядышком зашли и оплатили. То есть это очень удобно. Есть и те, которые оплачивают коммуналку через отделение банков, несмотря на комиссию. У многих этот способ вызывает доверие. Если деньги не дойдут до пункта назначения, всегда можно предъявить квитанцию об оплате. В этом году специалисты начнут передавать сообщения о задолженности в бюро кредитных историй. После чего взять наличные в банке на потребительские нужды или купить машину в автокредит уже не получится. Юлия Шуст, Виктор Жбанов, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Если образовалась просроченная задолженность и не хочется портить свою кредитную историю, то можно смело воспользоваться всеми перечисленными способами оплаты. Кроме того, внести платеж за жилищно-коммунальные услуги можно на официальном сайте расчетно-кассового центра. А сейчас по этому поводу рубрика «Юганск говорит». «Оплачиваю коммунальные услуги по карточкам». «Почему? Ну так удобно». «По старой привычке все это наличное. Кассу, да, в кассе живу». «Через банкомат. Почему? Ну мне так удобно». «Обязательное условие. Если не заплатишь за один месяц, будешь платить больше за два по карточке». «Почему? Ну удобно, быстро, чем стоять в очереди». «Ну, конечно, карточки. Как бы с карточки, когда подключены банковские услуги. Почему бы и нет? В принципе, лишний раз не ходить в ЖЭО, не стоять в очередях». «Конечно, платят пенсионеры, все платят. Чуть я месяц не заплатила, мне больше 15 тысяч платить надо». Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 63 года. И, как обычно, глава государства провел свой праздник в рабочей обстановке. Не отклоняется от служебного графика еще один именинник. День рождения отметил Вячеслав Арчиков. Коллектив телерадиокомпании «Юганск» от всей души поздравляет президента Российской Федерации и главу администрации города Нефтьюганска. Россияне стали победителями 11-го чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. Наши соотечественники стали лучшими сразу в трех дисциплинах из четырех. Мужская сборная одержала безоговорочную победу. Отличилась и женская команда, которая завоевала золото в королевской дисциплине – боевое развертывание. Отметим, свой вклад в эту победу внесла спортсменка из Нефтьюганска Екатерина Чендакова. Екатерине Чендаковой всего 21. Сейчас молодая чемпионка получает высшее образование в Сургуте. Спортивную карьеру девушка начала в Нефтьюганске. На 11-м чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту она стала лучшей в покорении учебной башни. Всего за 7 секунд забралась по пожарной лестнице на второй этаж, тем самым побив мировой рекорд. В подарок за победу МЧС России подарила Екатерине Чендаковой машину. В родном городе спортсменки вручили ключи от отечественного автомобиля. Благодаря высоким показателям в личном первенстве, женская сборная России стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту 2015 года в комплексном зачете. Дружба поколений. Сегодня ученики 14-й школы навестили городской хор «Ветеран» и поздравили артисток с Днем пожилого человека. Уже на протяжении пяти лет образовательные учреждения и коллектив продуктивно сотрудничают во многих сферах. Подробнее об этом в следующем сюжете. Долгое сотрудничество между двумя поколениями сегодня смело называют дружбой, которая завязалась непреднамеренно. В 2010 году артистки хора «Ветеран» гастролировали по школам города. Особенно впечатлились позитивным настроем и душевным исполнением ученики и педагоги 14-й школы. И тогда, пять лет назад, дети сами нанесли дружеский визит. Сейчас мы додружились до того, что решили уже сделать совместный проект, называется «Хор-дружба», где детский хор, у нас в школе есть хор, и хор ветеранов будем совместно разучивать и исполнять песни гражданской, патриотической направленности. Помимо этого, школьники ведут активную исследовательскую работу, изучая все вехи становления хора «Ветеран», которому в следующем году исполняется 30 лет. Каждая репетиция, каждая встреча с этими ветеранами столько теплых чувств и эмоций дарит. Это просто нельзя даже описать. Люди настолько добрые, настолько энергичные, даже не скажешь, что они пожилые. К этой встрече основательно подготовились и дети, и взрослые. Среди подарков – альбом с совместными фотографиями, подделки и цветы. Ну и, конечно, душевные песни и танцы. Сегодня в честь праздника можно позволить себе немного расслабиться, но основную часть времени хористки сконцентрированы и собраны. Музыка не терпит легкомысленного отношения. Руководитель коллектива Тамара Кожевникова следит за своим хором и держит всех в ежовых рукавицах. Не так, что профессиональные, но все любят песню. И, во-первых, отбор идет, руководитель проверяет, как поешь, что можешь. Ну, а что, если мы же недостаточно, конечно, знаем это музыкальное искусство, она нас учит очень хорошо. Дисциплина очень у нас строгая. В ближайшее время послушать совместное выступление хоров можно будет на городском конкурсе военно-патриотической песни. Планируются репетиционные выступления в 14-й школе, ну и, конечно, в День Победы 9 мая. Никита Чебыкин, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». В эти секунды в культурном центре ОПП выступают артисты Башкирского драматического театра. Спектакль «Эх, уфимские девчата» посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Актеры приехали из Салавата и продолжают гастролировать по Югре. Сегодня мастера перевоплощения показали две взрослых постановки и одну детскую. Для юных горожан состоялось представление по мотивам известного пушкинского произведения «Сказка о царе Салтане». Актеры Башкирского театра уже побывали в Нижневартовске и Лангипасе. Сегодня выступили на сцене Нефтьюганска. В рамках двустороннего соглашения между регионами гастролеры показывают три спектакля. Если для маленьких зрителей это известная сказка, то для взрослых две новые постановки. Конец игры, социальная драма антинаркотической направленности. И «Эх, уфимские девчата. История о любви во времена Великой Отечественной». Ну, захотелось показать и жителям Западной Сибири нашу работу. У нас замечательный театр, он многолетней давности, еще в годы Великой Отечественной войны. Этот театр уже существовал и он сохранился до сих пор. Это Башкирский театр. Все вечерние спектакли мы играем на башкирском языке. Для тех, кто не знает башкирский, артисты драматического театра выдают специальные наушники, в которых звучит синхронный перевод. Правда, такой метод используется лишь для взрослого населения. Маленьким жителям показывают постановку исключительно на русском. «И нарекся князь Кидо». Роль царицы спектакля исполнила Гульфина Шафикова. Молодая исполнительница играет лишь около года. Это первый сценический образ. Несмотря на то, что постановку башкиры показывают не первый десяток раз, волнение до сих пор присутствует. Подбадривают артистов дети. Ведь самые искренние аплодисменты звучат именно от маленьких зрителей. На самом деле подбадривают, что чувствуют, что зрителям это нравится, детям это нравится, что они воспринимают, что они видят, что они чувствуют, что то, что показываем, они понимают. И на самом деле нам легче становится. Сказка о царе Салтане оказалась по душе юным зрителям. Например, семилетняя Лиза давно хотела прочитать эту историю, а вот демонстрация произведения Пушкина привела девочку в восторг. Мне понравилось, потому что это интересная сказка. Я читала такую сказку не до конца. Я хотела узнать, что там. 25 человек в трупе, 14 из них задействованы во всех трех постановках. К одному часу на сцене артисты готовятся не менее трех месяцев. Множество репетиций, создание декораций, яркие костюмы. После выступления в нашем городе мастера перевоплощения отправятся в Сургут, Мегион и Покачи. Закончится тур 10 октября. Однако талантливые гости из Салавата планируют и дальше радовать нефтьюганцев прекрасной актерской игрой. Кристина Кочерова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске». И делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.